всем привет меня зовут инесса добро пожаловать на мой канал в этом видео с я хочу поделиться как я отшила детскую пижамку на данный момент мы проживаем в тунисе и казалось бы жаркая страна но на самом деле на улице намного теплее чем у нас в доме и поэтому надо утепляться в прошлом году я шила себе такую вот пижаму из остатка ткани я отшила вот такую вот детскую пижамку для своей дочери сделала я ее на манжете почему не отшила на манжете а потому что я заметила когда ты ложишься в кровать что нина невольно начинает задираться и при этом пол ноги может оголиться поэтому я решила что для своего ребеночка я сошью себе вот такую вот манжету при этом я в том году показывала что я себе шила вот такую же пижаму и у меня штанина была такая расклешенная да и это было настолько неудобно поэтому я решила вот на своей штанине да то есть также я пришью вот такую вот трикотажную манжету чтобы она фиксировала мою ногу и штанина у меня не ерзала вот это такой прям шикарный лайфхак будет я думаю для многих вот потом что я хотела сказать у вас есть такой же маленький ребенок как у меня если вы допустим хотите отшить себе какую-то кофту немножечко и вы прекрасно понимаете что у вас там останется где-то остаток остаток ткани у вас будет какой-то выпад и всегда ну 20 там 30 сантиметров а то и 50 сантиметров брать про запас а по из вот этого вот всего вы сможете сшить какую-то хорошую детскую одежду например такие вот там кофточки там штанишки юбочку можно будет отшить потому что на детскую одежду идет очень маленький расход ткани поэтому я когда приобретаю ткани всегда думаю но каких-то лишних 50 сантиметров вот точно так же вот у меня получился вот такой вот остаток ткани и я вот отшила прекрасную пижамку вот с манжетами здесь у меня вот мне не хватило на штанишки и я сделала вставку пусть я не выкроила вставку по долевой нити как правильно надо кроить но я это делала для себя поэтому я закрыла выкроила сделала вот такую вот надставку надставка у меня идет примерно 9 10 сантиметров и при этом штанишки смотрятся ну гармонично как бы законченный вид сейчас мне их надо отутюжить я еще не не утюжила как говорится снимаю с пыла жара отшила только сегодня еще не продекотировала ткань я же вот хотела бы немножко сказать про вот такую вот эластичную резинку почему я сделала внизу на свитшоте вот такую вот резинку как бы на пижамках вы наверное редко видели да что есть вот такие вот резинки почему я сделала чтобы точно также ребенок когда спал когда он крутился вертелся кофточка не задиралась но это очень удобно рассказала я вам про свои хитрости в пошиве то что вот я использовала вот такие вот эластичные резинки я не стала делать подробный мастер-класс как и шила вот эти вот кофточки штанишки потому что у меня уже есть какие-то видео про конструирование то есть также это подходит и для детской одежды например также и для взрослых просто я захотела вам рассказать про какие-то свои наблюдения которые в моменте самой носки пижамы поэтому я решила поделиться своими хитростями тем также я хотела бы дать вам на заметку такую вот рекомендацию то что создайте себе какие-то готовые лекала штанина штанишков либо вот кофточки либо вот свитшоты пусть у вас уже будут какие-то вот лекала готовые и вот эти лекала очень легко видоизменять всем вам хорошего дня всем вам хорошего настроения и всем пока пока